мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина сегодня дико авантюрный обзор конечно от интернет-магазина арома бутик все скидочки в описании почему авантюрный потому что я вам неоднократно рассказывал в 2018 году дом dior значительно расширил свою бутиковую линейку по на выпускав кучу всяких ароматов таких не совсем однозначных пользователей их окрестили акварельными практически с люксовым звучанием но при этом за огромные деньги не считаю 230 евро за 125 миллилитров огромными деньгами но если мы берем dior и бутиковую линейку сравним да опять же всякими экс неила франсисом кирк джаном и и прочими роджами давами фактурка пакетик пакетик сколько же у меня этих пакетиков уже фирменных арома бутик ну ничего когда-нибудь да пригодятся почему авантюра ну потому что вот решил купить тот самый акварельный люксово звучащий аромат тем более который декларируется как феминно феминный можно сказать но это на западной фрагрантики на русскоязычной особо о феминность никто не говорит просто всех валят вот пленочки эти всякие опять тестер у меня и рискнул за свои средства рискнул риски я надеюсь дело благородное все таки смотрите отдельная пупырка в отдельную пупырку завернуты пробнички карточка со скидкой которую вы и так поимеете пройдя по ссылке в описании поимеете 9 процентов скидку зачем вообще ну вот вот первая проба пера можно сказать теми самыми акварельками от диор да фемина звучит у меня что привлекло что вы знаете я люблю фруктовые ароматы и здесь персик что здесь декларируется в 2018 году он выпущен интересно пшикан он или нет сейчас мы с вами посмотрим скорее всего от пшика потому что такой вкуснячий не ну вроде как и нет сейчас скрипит крышечка то есть практически до нее не дотрагивались не пахнет абсолютно вот с пульвика вот главный признак того что не пшикали вообще аромата нет никакого jasmin de zange jasmin de zange что говорит сам парфюмер он этот аромат создал в отрыве от наследия самого месье крестьяна диора его на создание данного парфюма вдохновил аромат цветов последних урожаев цветов jasmin которые собираются ранней золотой осени ну представляете ранее золотой осени во франции насколько там благоуханный воздух вот этими всеми растениями которых там навалом произрастает и значит легким вот последний урожай жасмина и легкие фруктовые акценты и что содержится что за ноты в аромате бергамот точно есть жасмин конечно же король композиции по идее да и вот вот именно фрукты а именно персик и как ни странно абрикос персик и абрикос как их отличить друг от друга именно в аромате будет я не знаю плюс ваниль мускус что там еще ну в общем почитайте описание мне мне что так эти золотистые поля ранней осени франции с фруктовыми и вот его цветочные мотивы с фруктовыми оттенками меня очень сильно зацепили вполне возможно да я скажу блин он девочки но он люксовый он он такой простой да вот 2018 диор пона выпускал кучу простых ароматов и есть один очень популярный критик на фрагрантике который все все практически диоровские творения минусует вот за простоту за то что денег своих не стоит ему все шариков там наставляют шариков полный ворох ну посмотрим посмотрим кто не рискует тот не пьет шампанского давить и давайте нанесем я сегодня без аромата специально чтобы холостой пшик холостой пшик чуть-чуть пшикнула и давайте всей души вот так ой ну да 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 девочкин девочки ночи такой нежнятина невероятная да напоминает какие-то люксы девочки девать девочкины люксы из какого нибудь каталога арифлейм или эйвен ну так на вскидку но это прям вот да это феминность как она есть но а чего я ожидал если я в принципе заранее плюс-минус все подозревал очень нежный такой прям бархатный неверо вот блин женщины рядом я бы с удовольствием его обонял насколько для парня я даже не знаю мне кажется вот 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 уже чую его это прям такое французистое такое ультра мягкое такое вот вот звучание не знаю насколько на мне это будет хоть как-то смотреться не уверен в этом но нанесу на себя кто знает я работаю из дома уже два года поэтому мне в принципе не столь важно что подумают остальные почему-то пшикает немножко вот вот мимо ухо и вот сюда и на нос попадает поэтому я подумал почему бы не получать какой-то релакс будучи надушенным ну таким вот имею право но в люди в люди вот вот уже уже понимаю в люди хотя ребят вот сейчас прям персик доминирует вот бойтесь своих желаний они сбываются так я хотел какой-то сочный фруктовый натурально звучащий аромат здесь прям персики такие абрикосы я даже сказал я не знаю почему абрикосы может потому что мне кажется что абрикосы должны чуть понежней пахнуть но это конечно это это феминная тема женская но у нас есть парни которые вот любят такое он очень позитивный очень без переслащенности я читал кучу отзывов я перечитал все-таки на фрагрантики как на русской так и на зарубежной и как же разняться кто-то пишет что вот жасмин здесь именно лишенной индольности полностью вот я согласен с кто-то пишет что животинка вылазить такая определенная прямая она им мешает я согласен с первыми нежный нежнейший жасмин я вот помню из советских времен то что можно было достать тем и пользовались и вот был дезодорант такой болгарские арома аллен мак фармахим что такое фабрика аллен мак красный мак то есть аллен мак с болгарского в переводе и вот но за неимением каких-то других вариантов мне нравился дезодорант жасмин ну какие-то вот отголоски его есть но персики абрикосы здесь прям фруктовая составляющая очень мощная кто-то пишет что не очень она мощная кто-то пишет что очень кто-то вот пишет что индол кто-то что нет кто-то что стойки что не стойки и короче все это в противоречие таки скатывается но для себя понимаю что это очень нежнейшая такая фруктовая история безумно безумно позитивная в кои-то веки делая обзор на очередной аромат купленный мной я говорю что это для девочек это для девочек и я похожу насколько слушайте вот насколько он хорош но ведь иногда хочется же пахнуть просто персиками почему нет и мускус такой вот вот диоровский как знаете в dior ом колонь такой не животные опять же не навязчивый это шикарный подарок для девушки я считаю первую очередь пленочку в пленочке что-то один пробник прислали я по-моему заказывал больше ну по-моему там можно было выбрать три целых коробочку по традиции покажу вам вот так вот выглядит она фирменная dior и похожу поношу на себе и вернусь к вам скоро ребят ну что ж прошло полчасика и я понимаю для себя что данный аромат jasman de zange он это праздник юности праздник девочковости если можно так выразиться вот он не то что даже как вот я его на женщине вижу а на девушке до 30 лет вот 35 ну такой нежный он безумно позитивно он красивый но на себе носить такое мне кажется будет непросто но персики персиками да но персики с цветочно мускусным оттенком и мускус все-таки он мне здесь девочки вид если можно так выразиться если в dior он колон он полностью унисекс то есть на девчонках я прекрасно вижу dior он колон но все-таки там ну что-то такое вот есть что позволяет мужчинам его спокойно носить то здесь ну так вот от 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 девушки так пахнет ну блин поверьте мне и ощущать себя запах девушки молодой будучи уже самому в годах и вовсе не девушкой мне как-то сложновато поэтому возможно данный аромат полетит в числе первых из из моих dior на продажу я все не знаю когда я соберусь продавать но когда-нибудь это случится классный мне нравится вот он именно не отягощенный ничем он вот летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в чем-то января там ну короче юрий антонов в пелене января наверное да так приятный но я бы хотел ощущать такой аромат повторюсь вот от дамы которая рядом со мной а может и подарю кому-нибудь я не знаю ребят ну знаете что я думаю я думаю что больше не стоит экспериментировать с бутиковой линейкой dior потому что там много еще ароматов которые на розе основаны да мы знаем что розы это вот в арабских странах тем более это мужской цветок но dior обыгрывает там вот я читал кучу отзывов там именно роза такая нежнючая свежайшая с шипами с зелеными стеблями такая вот ну не готичная ни разу там и ландыши есть и чего там только нет и я думаю что мне достаточно вот этого одного аромата чтобы больше не экспериментировать по крайней мере в надежде на то что я сам носить это буду ну надо же было убедиться надо же было вот как это все прочувствовать вы скажете мог бы миниатюрки купить там ну ребят миниатюрка каждая там по две тысячи рублей семь с половиной миллилитров ничего себе две тысячи потратить чтобы понять что это не твое ну такое тоже себе короче аромат я плюсую но на даме а кстати вот интересно ну а если дама допустим 40 плюс наденет данный парфюм это ее метафорически сделает еще прекрасней и моложе я думаю вот вот так поэтому присмотритесь если кому-то в подарок хочется своей даме сердца преподнести данный парфюм то очень очень даже неплохо и персики здесь действительно такие такие проникновенные надеюсь данный обзор был вам полезен оцените как нибудь его и до новых скорых встреч пока СУПЕР ХАЙ у в妹 Субтитры сделал DimaTorzok